Приветствую вас, ситуация следующая. Иногда, когда происходит стрессовая ситуация, у меня сильно бьет сердце, трясется все тело, иногда я могу ничего не слышать, слегка начинаю задыхаться, сказать ничего не могу. Иногда даже глотать не получается, что это может быть, как с этим можно бороться, чтобы выйти из этой ситуации, мне помогают самобичевание и прижимание себе боли. Ну, во-первых, диагностировать ваше состояние, наверное, все-таки может только врач, вот, а врач, наверное, психотерапевт, психиатр, клинический психолог, вот, я имею ввиду психотерапевт медицинского плана, вот. Так вот, дистанционно, по одному лишь важному описанию, наверное, выносить какие-то, ну, диагнозы, говорить, что это, наверное, несколько неэтично вообще. Да, больше всего это похоже на паническую атаку, но, повторюсь, нужно все-таки, чтобы вас вот лично смотрел врач и вынес, как бы, свой вердикт, свое решение. Это первое. Второе. Страх вместе с аутоагрессией у вас по проявлениям, да, то есть на стресс вы реагируете страхом, вот. Соответственно, страх это про что? Это про, ну, скажем так, это про возможность, это про возможность, это про необходимость, практически физическую необходимость, как-то отреагировать на страх, да, на то, что вот, ну, как бы, происходит. Вы же себе это не позволяете, вы это в себе, ну, совершенно очевидно, что вы это в себе подавляете. А, вот. И дальше ситуация заключается в том, что вы себя наказываете, вы себя наказываете. Вопросы, конечно, вопросы остаются к некоторой такой очередности того, что вы описываете, то есть, что происходит впервые. Например, аутоагрессия к себе, например, которая проявляется следствием естественной агрессии к вовне. И, соответственно, вас это, ну, вводит в стресс. Или, может быть, какая-то, какая-то другая ситуация, вот, какая-то другая история, которая имеет место быть. Вот. Дальше. Бороться ни с чем, на мой взгляд, скромный не нужно, потому что до добра борьба не доводит. Как правило. Потому что, в общем-то, борьба, она, как и любая, наверное, борьба, она просто, ну, уничтожает, так скажем, человеческий ресурс. Да, она уничтожает, в данном случае, вас, и, в общем-то, ничего хорошего в том, что, вот, вы начинаете бороться с, ну, со своими реакциями, нет, и, в общем-то, быть не может. Вот. Тут нужно разбираться, как, как это у вас началось, тут нужно разбираться, когда это началось, тут нужно разбираться с вашим состоянием, то есть, что это состояние, вот, стресс вас начинает, вы начинаете бояться, там, скрываться от этого, да, то есть, получается, что, реакции-то какие-то есть, но, вот, что это за реакции, в данном случае, не совсем понятно, поэтому, тут нужно, на мой взгляд, в этой, ну, в этой ситуации, эта ситуация максимально исследовать, вот. Вот, пожалуй, как-то так. Ну, и отдельно, конечно, аутагрессия заслуживает внимания, да, то есть, аутагрессия, это, говорит о довольно серьезном непринятии себя, о довольно серьезном отрицании себя, о, в общем-то, негативном отношении к себе, то есть, это тоже то, что, в принципе, нужно корректировать, корректировать, вот, желательно, причем, не откладывать, потому что, ну, вы себе можете нанести повреждения довольно серьезные. Вот, ну, наверное, такой ответ сейчас можно вам дать с точки зрения психологии, да, то есть, сначала обратитесь к врачу, вот, пройдите медобследование, вот, если вам, там, соответственно, поставят какой-нибудь диагноз, назначить лечение, вот, обязательно начните это лечение и рассмотрите для себя возможность психотерапии, потому что, ну, лечение, просто лечение, препараты, просто препараты и все. Все, на этом удачи, буду благодарен за обратную связь, по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи!